Сценарий Джима Кэрри так любит в качестве эксцентричного комика, что ему трудно заставить зрителей принять его в драматических ролях. Кинозвезда Джим Кэрри В роли меня привлекла возможность затмить всех остальных героев. Он делает большую часть работы за тебя. Он такой забавный. Когда работаешь с ним, главное не засмеяться во время съемок. Приходится задерживать дыхание и терпеть до конца эпизода, потому что он не перестает тебя удивлять. Изумительный исполнитель. Джим, и это очевидно, великий импровизатор. Это видно по его работе. Но опять-таки я стремилась поработать с ним, потому что считаю его одним из величайших прирожденных комиков нашего поколения. Я бы сравнила его с Джерри Льюисом. Он такой умный и всегда предлагает отличные идеи. На самом деле весело работать с актером, постоянно фонтанирующим идеями. Это просто потрясающе. Для его режиссеров важно другое – знать, когда Кэрри наиболее работоспособен. У него проблема – низкий сахар. Возвращается с ланча, и это другой актер. Это уже не тот человек. Определенно тот случай, когда сытая брюхо к работе глухо. Одна горошина в желудке, и он уже будет не в состоянии играть. Я хочу сохранить плаценту! Зрители ждут от фильмов с участием Кэрри ежеминутного смеха. Но если верить киноведу Питу Хэммонду, удовлетворение запроса публики – палка о двух концах. Он начинал карьеру не с громких ролей, ему потребовалось какое-то время. Но как только он начал сниматься в такого рода фильмах, где раскрылся такой его талант, а у него огромный талант, люди полюбили его в этом амплоу. Проблема для Джима Кэрри и его популярности и заключается в его популярности, потому что она ограничивает его в том плане, что публике трудно представить, что он способен на что-то еще. Вот почему мы видим, как он постоянно сворачивает с этого пути в сторону драматических ролей. Джеймс Юджин Кэрри родился 17 января 1962 года в городе Нью-Маркет, что в канадской провинции Онтарио. Он самый младший из четырех детей. Бывали времена, когда Джиму и его семье приходилось жить в автофургоне. В возрасте 21 года Джим обрел свое истинное призвание, он приехал в Лос-Анджелес и начал оттачивать свой комедийный талант. Среди его первых фильмов «Чур мое» и однажды укушенной «Комедия о вампирах». В возрасте 24-х Джим снялся с Николасом Кэйджем в фильме «Пегги Сью вышла замуж». Годом позже Кэрри женился на официантке Мелиси Уонер. Шесть месяцев спустя у них родилась дочь. В 1998 году Джим привлек внимание Клинта Иствуда, который задействовал его в эпизодических ролях в «Смертельном списке» и «Розовом кадиллаке». Через несколько недель после выхода «Розового кадиллака» Джима можно было видеть в комедии «Зимные девушки, легко доступных», где с ним снялись Дэймон Уайнс и Джефф Голдблюм. Этот опыт повлек за собой участие Джима в комедийном скетч-шоу Уайнса «В живом цвете», которое сделало его звездой. Кэрри стремительно шел в гору. В 1994 году у актера вышли сразу три фильма, и все стали хитами. Посмотрите, какие три фильма вышли в 1994 году. «Эйс Вентура», «Тупой и еще тупее» и «Маска». И у всех трех есть нечто общее. Они позволили проявиться этой безумной, дикой, гуттаперчивой личине Джима Керри, и с этого года публика связана с ним неразрывными узами любви. Это тот самый бассейн? Простите. Первой на экраны вышла комедия Тома Шельдека «Эйс Вентура. Розыск домашних животных», в которой сыграла также Кортни Кокс. Это самая веселая работа в моей жизни. Я из тех, кто не любит натурные съемки, но здесь я отлично провела время. Он смешил меня с момента, когда я приходила на съемки до моего ухода. Я настолько ушел в этот фильм, я с самого начала обыдаю то, что от меня ждут. Это как пожарник Билл, помноженный на 10. Вскоре после «Эйс Вентуры» Керри снялся в еще двух блокбастерах. Вышедшая летом 1994 года «Маска» основана на комиксе 40-х годов. Это комедийный боевик о робком мужчине, который надевает «Маску» и становится необузданным экстравентом. Это об обычном хорошем парне, на которого наезжают все, с кем он общается. Он находит эту «Маску», на которую наложено заклятие. И это заклятие раскрывает твое второе «я», подавляемую сторону твоей личности. Заклятие не просто раскрывает, но и тысячекратно усиливает ее. Начали! Тогда еще дебютантка Кэмерон Диос снимается в «Маске» в роли женщины, в которую влюбляется Джи. Она замечает, когда видит его снова, что он действительно верит в нее, и она начинает в него влюбляться. За «Маску» Кэрри был номинирован Голливудской ассоциацией иностранной прессы на «Золотой глобус» как лучшим актером. Фильм собрал в прокате более 100 миллионов долларов, как и тупое, и еще тупее, выход которого был приурочен к празднику. Мне нравится работать с людьми, у которых, к счастью, можно чему-то научиться, а это интересная задумка, и я прочитал сценарий, и он мне нравится. И мы его полируем, так что он все смешнее и смешнее. Мне он так нравится, потому что в нем шутки, над которыми все смеются. Но полстраны отказываются в этом признаться. Авторами сценария и режиссерами «Тупого» и «Еще тупее» выступили братья Форелли, которые позже сняли «Се без ума» от Мэри. Кэрри познакомился со своей второй женой Лорен Холли на съемках «Тупого». После трех хитовых комедий Джим понял, что ему нужны более глубокие роли. Загадочник из «Бэтмена навсегда» подходил по всем параметрам. Он компьютерный гений с преступными намерениями. Через пять месяцев после выхода «Бэтмена навсегда» в ноябре 95-го года вышел сиквел с участием Кэрри «Эйс Вентура. Когда зовет природа». Не просто голоден? Умираю голодной смертью. Мне нравится этот парень. Мне нравится персонаж. Обожаю прическу. Эйс – воплощение умения наслаждаться жизнью. Никакого пиетета перед авторитетами. По сути, если ему нравится что-то, он играет. Он как ребенок. «Эйс Вентура» – самый эксцентричный, самый безбашенный из героев Кэрри. Мы не хотели идти эпизод за эпизодом, как в первом фильме. Первое, что я хотел, чтобы Эйс прошел через катарсис. Чтобы он заново обрел себя. Потому что из-за потери друга он теряет и разум. И его выхаживают в григорианские монахи. К концу 95-го года завершился бракоразводный процесс Джима с первой женой. В профессиональном плане он хотел встряхнуться. Ему это удалось в вышедшем на экране в 96-м году «Кабельщике». Эта черная комедия была не совсем тем, чего зрители ожидали от Кэрри, но она принесла пользу самому актеру. Когда мне прислали твой заказ, я узнал, что раньше ты был подключен на улице Честнад-12. «Кабельщик» легендарный для Голливуда фильм, потому что Джим Кэрри стал первым, кому заплатили 20 миллионов долларов за участие в съемках, и на голливудских киностудиях были потрясены тем, что Марк Кэнтон, возглавлявший тогда Columbia Pictures, подписал этот контракт. Но Джим Кэрри пользовался такой славой, что думали, они не прогадают. История о «Кабельщике», который зациклился на своем клиенте, у большинства зрителей интереса не вызвала. Они допустили роковую ошибку. Это был не тот фильм, в котором зрители хотели бы видеть Джима Кэрри. Это была черная комедия, которую рекламировали совсем иначе. Как типичную для Джима Кэрри вещь, на которую хочется пойти, и пошли ядовитые отзывы, и это серьезно навредило его карьере. Режиссером «Кабельщика» был Бен Стиллер. Я хотел снять фильм, на который все те, кто не считает себя фанатом Джима, могли бы пойти и сказать, «Ух ты, а он мне нравится». Мне нужны были те, кто скажет, «Ух ты, он не в моем вкусе, но он это умеет». Или те, кто его любит, скажут, «Ух ты, а он еще и это умеет». Мне понравился замысел. Комедия получилась, что надо. Один парень доводит другого до иступления. Это забавно. Это забавный персонаж. Пускайся, Красный Рыцарь! Не успел улечься от садок от «Кабельщика» Кэрри, пришлось вернуться на более знакомую тропу. Через три месяца после выхода картины они с Лорен Холли поженились. Затем он приступил к работе над новой эксцентричной комедией «Лжец-лжец», в которой играет отца, вынужденного говорить правду. Мне понравился замысел, невозможность солгать. Своего рода синдром Туретта. Только правда. Она исходит из преисподней, правда, из преисподней. Проблема в том, что она калечит всем жизни. В данном случае правда заключается в том, что Кэрри чувствовал себя комфортно, снимаясь у Шеддика, поставившего первую часть его «Эйса Вентуры». Джим за роль в «Лжеце» вновь был номинирован на «Золотой глобус». Но его личная жизнь была не такой счастливой. Через четыре месяца после выхода фильма Джим и Лорен Холли развелись. Тогда он решил поработать над чем-то более драматическим. И на этот раз он получил одобрительные отзывы на фильм шоу Трумана режиссера Питера Уилла. Он играет простого парня, который узнает, что вся его жизнь на самом деле телешоу. Продюсер, приславший мне сценарий, думал, что я не знаю, кто такой Джим Кэрри. И через неделю или две спросил, кстати, не знаешь актера по имени Джим Кэрри? На дворе 95-й год, его знали только по «Эйсу Вентури». А я случайно этот фильм видел и подумал, что ж, интересное предложение. Я подшучивал над Питером, когда мы начали работать. Говорил ему, лучшее из всего, что ты делал, это все, что мне нужно. А еще подкрадывался к нему иногда на съемочной площадке и шептал на ухо «Бриллиант в твоей короне» и тому подобное. Просто доставал его. Шоу Трумана стало в итоге той успешной драмой, которую ждал Кэрри. Он завоевал «Золотой глобус». Но члены киноакадемии так и не удостоили его внимания. Джим надеялся, что эта роль покажет им, как много красок в его актерской палитре. Полагаю, для меня самое главное в этом проекте – это то, что у меня есть возможность продемонстрировать и другие свои грани. Я просто не показывал их раньше. Кэрри в том году представился еще один шанс проявить себя как драматического актера в маленькой роли в фильме «Саймон Вирдж» о мальчике, переставшем расти. Еще одну карьерную возможность Джим Кэрри получил, сыграв реально жившего комика Энди Кауфмана в биографическом фильме «Человек на луне». Послушай меня, в этих блинчиках – наркотики. Нет. Происходящее было интересным, потому что обычно, когда я в прошлом входил в образ, я делал это как бы извне. А здесь необходимо было понять, что это за парень, и пожить немного в его мире. Я так и сделал. Кэрри настолько глубоко вошел в образ Энди Кауфмана, что даже посоветовал партнерам по фильму и за кулисами называть его Энди. Я так сделал, потому что так работал Энди. Энди белых ниток не показывал, он не надевал парик, чтобы тут же перевоплотиться в свой персонаж. Он пытался убедить всех, что он есть персонаж. Труд произвел впечатление на журналистов, наградивших Кэрри «Золотым глобусом» лучшему актеру за «Человека на луне». Но опять-таки признание в виде наградки на Академии он не удостоился. В спутнице Джима на премьере «Человека на луне» была его новая подруга Рене Зелвегер. Они снились в следующем фильме с его участием «Я, снова я и Ирен», авторы сценария и режиссеры этой комедии о полицейском страдающем раздвоением личности братья Форелли. В ходе съемок Кэрри перевоплощался в персонаж полицейского, регулируя дорожные движения. Когда я был в форме, это было здорово, мог выходить на улицу и регулировать движение, настроившись по-настоящему. Но вы знаете, что бывает, когда они встают не с той ноги. В фильме «Я, снова я и Ирен» стал еще одним хитом. «Дела Джима вновь пошли в гору», последовал еще один блокбастер с его участием. Фильм «Гринч. Похититель Рождества» по популярной детской книге снял режиссер Рон Ховард. Снято. Я хотел, чтобы это был бенефис Джима Кэрри, а не смоделированная на компьютере или анимированная сказка. Взять человека с таким талантом и такую обойму актеров и создать абсолютно сказочный персонаж было настоящим вызовом для всех. Но для меня, как режиссера, еще и удовольствием увидеть то, зачем ходят в кино – великолепное представление. Фильм, в котором Кэрри играет в «Гринче. Похитителя Рождества», приходилось накладывать по три часа. Его желтые контактные линзы были настолько неудобны, что ему потребовалась консультация разведчика-диверсанта ВМС США о методах сопротивления пыткам. Но Джим – настоящий трудяга, и он привел критиков в восторг к своим выступлениям. Мне кто-то точно говорил про Чек. Я хотел отдохнуть и вышел из игры, потому что понял, что я в шкуре Гринче уже полгода, а это все равно, что быть похороненным заживо под аплодисменты. Много чего накопилось, так что сейчас у меня отпуск. Во время этого отпуска Джим и Ренезельвегер расстались. Но в профессиональном плане дела обстояли лучше некуда. Гринч, похититель Рождества, собрал 260 миллионов долларов. Кэрри сейчас чувствовал себя достаточно комфортно, чтобы попробоваться в еще одной драматической роли в душесчипательном мажестике. Господи, здесь царит совсем другой дух, и работает совершенно иначе, более многослойное пространство. И все это меня пленило. Я просто влюбился в фильм. Клуб «Хлеб вместо пуль». Это были коммунисты? «Мажестик», действие которого разворачивается в 1951 году, о голливудском сценаристе, попавшем в черный список. Вопреки ожиданиям, «Мажестик» провалился в прокате. После очередного драматического разочарования, Кэрри вновь работал в одной команде с режиссером Томом Шеддеком. Над комедией «Брюс Семогущий». Фильм, в котором снялась также Дженнифер Эмистон, ждал триумф и 200 миллионов долларов. И... Открой глаза. Каждый день был веселым и приятным. Джим работает на износ. Он обстоятельный, яркий, невероятный. Кэрри также продюсировал фильм «Брюс Семогущий», и это был его первый опыт в новом качестве. Джим удостоился похвалы критиков за образ мужчины, который стирает воспоминания о былой любви в исполнении Кэйт Уинслетт в вечном сиянии чистого разума. Идея, лежащая в основе этого фильма, это то, что в конце концов перед вами встает вопрос, что делать. Не знаю, стоит ли мне рассказывать об этом. Нет. Пожалуй, не хочу. Знаю только, что увидел. Кто-то сидит рядом со мной и краешком глаза. Углядел оранжевый руках. Думаю, не случайно «Брюс Семогущий» был выпущен «Юниверсал Пикчерс», а «Вечное сияние» — «Фокус Пикчерс», который владеет «Юниверсал Пикчерс». Они говорят, вы делаете этот фильм, а он этот. Положительные рецензии на «Вечное сияние» чистого разума подарили Кэрри надежду на признание в виде Оскара. Но его вновь не заметили. Его следующая премьера — «Лемони Сникет» — «33 несчастья». Сказка по мотивам детской книги дала зрителям еще одну возможность увидеть, как Джим играет нескольких персонажей в одном фильме. Но вернемся в доисторические времена и на машине времени. Меня привлекла в этой роли мысль играть актера, страдающего манией величия, с труппой неудачников, не имеющий аналогов в истории человечества. Самое то, я прошел немало курсов актерского мастерства, и некоторые из них — лишь возможности для преподавателя побыть гуру. И мне понравилась мысль над этим посмеяться. Очень понравилось. И Кэрри, и его партнерша по съемкам Мэрил Стрип пришли на премьеру «Лемони Сникета». Фильм на самом деле об актере колоссального таланта, который действительно собирается изменить мир. Кэрри проводил по три часа в гримерной, чтобы стать графом Олафом в «Лемони Сникет» «33 несчастья». Фильм получил Оскар в номинации «Лучший грим». Джиму не пришлось тратить столько времени на грим в следующей его картине комедии «Аферисты Дикой Джейн развлекаются». Это ремейк фильма 1977 года о муже и жене, который становится на преступный путь, потеряв престижную работу. В другой главной роли Теа Леони. Не у старушки же на улицу отняли. Вот именно, и я думаю, что мы могли бы часть денег отдавать другим, тем, кто в них нуждается. Это шумная игра. Это будет настоящий взрыв, и это правда смешно. Я бы вам плохого не посоветовал. Но это еще и удар по уродам из корпораций, которые дают тягу с нашими сбережениями. После «Аферистов» зрителям пришлось ждать еще год, когда новый фильм с участием Кэрри появится в прокате. Он вернулся с драматическим триллером «Роковое число 23», о человеке, одержимом романом о нераскрытом убийстве. Это как вечеринка. Не знаешь, что это значит, пока до тебя не дойдет. Ох ты, вот где я был. Фильм, поставленный Джоэлом Шумахером, строится вокруг числа 23. И персонажи, те, кто работал над фильмом, нашли много совпадений со своей жизнью. Джим сразу же увидел совпадение, потому что его компания называется «JC-23». И он был знаком с этим числом 23 года. Я – нет. Его отец был бухгалтером. Отец Уолтера тоже. Он играл на саксофоне в школе. Его персонаж играет на саксофоне. Затем Джим вернулся на более легкий путь, озвучив Хортона в одноименном мультфильме, созданном на основе детской книги доктора Сьюза. После этого он снялся в романтической комедии «Всегда говорит да» о парне, который решил в течение года на все говорить «Да». Джиму понравилась идея фильма. Мы в нашей жизни сожалеем о том, чему сказали «нет». Мы редко сожалеем об уроках, полученных вследствие того, что сказали «да» и стали участниками чего-то. Мы размышляем «а нет» о том, что могло случиться, но не случилось. Мы вчера просто сорвались с цепи. Похоже, тебя еще не отпустило. Я выпил пару Рэдбулов. Джим не сказал «нет» в трюку, где он должен был прыгнуть с моста. Конечно, там в Пасадене было то, что называют «мост самоубийц», и это была моя инициатива. Все были категорически против. Продюсеры были против этого. Я сказал «но если я снимаюсь в фильме под названием «Всегда говори да», я хочу, чтобы в нем было то, что сотрет границы между фильмом и моей реальной жизнью». До выполнения прыжка с тарзанки страховая компания заставила продюсеров дать обещание, что это станет последней от снятой сцены. А Джим, в фильме с участием которого поступают в прокат на декабрьские праздники, представил праздничный фильм «Рождественская история». В этом анимированном пересказе повести Чарльза Диккенса, поставленном режиссером Робертом Замеккесом, занят также Колин Фёрд, премьера состоялась в Лондоне. Для меня действительно большая честь быть здесь. Ничто не могло бы доставить мне большее удовольствие. Я люблю это место, люблю приезжать сюда. Это замечательно, быть причастным к наследию Диккенса. И то, что я сделал нечто подобное с Бобом Замеккесом, думаю, люди это оценят. Это самый современный вариант этой истории. Ее надо пересказывать снова и снова. Джим – великий актер, и я знаю, никто не смог бы сыграть Скоруджа лучше, чем он. Это чудо мастерства, он здорово поработал. Берется самая жалкая личность, которую можно себе представить, и отправляется в невероятно мрачное путешествие. Одно из самых страшных путешествий, которое можно себе вообразить. И к концу его ты весь пропитан духом Рождества. Готов радоваться жизни. По этой причине он захватывает всех, даже Скоруджи, вроде меня. Джим пришел на премьеру «Рождественской истории» со своей тогдашней подругой, актрисой Дженни Маккарти. Они расстались через пять месяцев. Затем Керри снялся в фильме «Я люблю тебя» Филипп Моррис, о женатом мужчине, который понимает, что он гей. У Джима Керри есть все необходимое для того, чтобы добавить в копилку драматических ролей. И он получает желанное признание в качестве серьезного актера. Я вполне доволен жизнью, тем, как идут дела, и своим нынешним статусом, так что попытаюсь сохранить все, как есть. Спасибо, что смотрели этот выпуск «Кинозвезды», посвященный Джиму Керри. Присоединяйтесь к нам в следующий раз для нового знакомства с вашими любимыми звездами большого экрана. Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО «Ред Медиа». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова